Всем привет! Сегодня мы приготовим сырный чай. Для кого-то наверняка это звучит странно, однако это новый азиатский фуд-тренд. Зеленый чай, Дахан Пао, черный и чай Мачо. Он представляет собой любой чайный напиток с добавлением воздушного слоя из сливочного сыра и сливок. Мода на этот чай у нас появилась совсем недавно, поэтому он еще не настолько популярен в России, как например в странах Европы, Америки или Азии. Приступим к приготовлению. Завариваем любой чай, он может быть черным, зеленым, фруктовым или популярный на данный момент чай Мачо. Сливочный сыр перемешиваем с сахарной пудрой и сливками. Обычно еще добавляют щепотку соли, но здесь в этом нет необходимости, так как сливочный сыр сам по себе солоноватый. Взбиваем с помощью специального приспособления вспенивателя для молока. Также можно взбить миксером или блендером. Так будет удобнее, если вы делаете больше одной порции. В кружку наливаем чай на 2 трети объема. Сверху выкладываем сливочно-сырную шапочку. Этот чай принято пить под углом 45 градусов. И желательно перед каждым глотком аккуратно вращать стаканчик, чтобы нижняя часть сырного слоя и чай смешивались. Но ни в коем случае не нужно перемешивать массу полностью, а то весь эффект потеряется. Этот сырный слой по вкусу очень похож на крем-чиз, только более жидкий. Приятного чаепития и до встречи в следующем видео. Пока! Ну самое интересное, у нас есть чай со сливочным сыром. Это наш фирменный чай. Он может быть холодный, может быть горячий. Холодный это фруктовый чай. Горячий мы готовим на основе трех чаев. Кигуанин, зеленый чай, даханпао, черный и чай мачо. И здесь и здесь сверху будет шапочка сливочного сыра. А этот сыр питьевой, слегка солоноватый. И вот на этих контрастах слегка солоноватого сыра, фруктового чая получается очень вкусно. Стаканчик под углом 45 градусов, то есть запрокидывает голову. Тогда два правильных слоя будут идти. Потому что если стаканчик наклонять, будет казаться, что идет сначала один чай, потом пойдет один сыр. Поэтому мы гостям хотим сделать легковращающее движение. Тогда даже если не держать голову, голову держать прямо, не запрокидывать под 45 градусов. Тогда все равно слои будут смешиваться и должно быть очень вкусно. Потому что вся игра это именно на смешивании слоев. Не пить отдельно чай и отдельно кушать сыр. А вот именно на смешивании чая с сыром. Все? Все? Спасибо.